Всем здорова! Короче, у Закатана на канале вышла уже, как вы поняли, новая анимация. Он тут расскажет про свой отпуск Арабских Эмиратов, потому что мы, кстати, смотрели какую-то предыдущую, вроде бы, анимацию. И там он говорил, что за январь очень много с ним всяких интересных событий произошло, что он в отпуск сгонял. Видимо, вот это вот то самое место, куда он гонял. И заболел, и что-то выздоровел. Короче, все, погнали смотреть. Ой! Тихо! Тихо! Может, они что-нибудь новое? Ха-ха! Как трусишки! Тихо! Ой! С фоном слились! Это фон, это фон! А, понятно. А, это ново заставщика? Да. Большую часть своей жизни я прожил в Сибири. Это, знаете, когда в июне ты выходишь... Представляете, какой контраст, да? Да. Сибирь, о-о-о! На балкон, а люди из Жека там сосульки сбивают. Ну ладно, немного преувеличил. В мае. Поэтому для меня вдвойне странно посередине зимы оказаться на солнечном пляжу. Дяденька, сейчас точно декабрь? Хо-хо-хо! Да, этой зимой я первый раз в своей жизни побывал на море. А именно, в объединённых арабах. А я зимой ни разу не была, кстати, на море. Точно. Я была на море только летом почему-то. А в чём прикол? Летом ехать на море. Типа, и же так тепло и классно. Полоники как раз такие, нужно на море когда гонять? Когда зима? Или когда знаешь, особенно... Нет, лучше знаешь, когда? Когда слякать такая вся хорошее стечет. Я думаю, зимой просто будет дороже. Да нет. Потому что придётся дальше ехать. Да нет. Дороже? Нет, не дороже. В том-то был прикол, я помню, туры, когда ещё до пандемии в Египет, зимой было дешевле, чем летом гораздо, да? Потому что летом отпуска в основном сезон. А ещё там как-то связано... Нет, в смысле не дороже туда же, а придётся ехать туда. В смысле, а так, будто я поехал на Чёрное море. А-а-а! 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 Придётся ехать сюда. Ну, знаешь, вот у Чёрного моря не надо, не надо, между прочим. Как раз-таки я тоже смотрела, я скажу, тот же Крым, или там Сочи, или ещё вот эти все курорты, знаешь, они стоят почти столько же, как поехать в Египет или в Турцию. Да? Да. В Табских Эмиратах. Они же ОАЭ, или ещё проще Дубай. Хотя, грубо говоря, на море я уже бывал, как-никак я родился на острове, но это было давно и неправда. Итак, Эмираты. Страна вечного тепла и белых крузаков. Каких-то 50 лет назад местные выживали за счёт рыбного промысла и сбора... А потом внезапно нашли нефть. Однажды они нашли нефть. И закрутилось, завертелось. Кстати, я где-то смотрела какую-то передачу, там ещё сказано, что сейчас прибыль от нефти составляет всего лишь то ли 5, то ли 11%. Немножко. То есть, совсем немножко. А очень много как раз таки от туризма и ещё что-то другое. Развились хорошо. То есть, они там прямо так мощно развились и очень хорошо развили туризм, что у них уже нефть, это не основные источники дохода. Я считаю, что это очень правильно. Если ты начинаешь как нефтяная какая-то страна, хорошо потом от этого отходить и находить ещё другие источники дохода. Это знаешь, как на случай классно иметь много точек заработка, на случай того, если вдруг твои один перекрыли, у тебя есть другие варианты, знаешь, что на это похоже. Ну, вдруг не скончилось. Ну, допустим, да. У нас была всего неделя, чтобы загореть и хоть что-то успеть посмотреть. Плюс, в отличие от поездки в Чехию, к нам присоединился ещё один пассажир. А путешествовать с маленьким ребёнком – дело непростое, знаете. Проблемы могут начаться ещё в самолёте. Само собой, такой попутчик накладывает определённые заботы и ограничения. Мы, например, не могли сходить на ночные тусовки, вместе покататься на банане, парашюте, водных горках. Я слышу грусть в голосе за коту, да. Грусть, грусть. Она же так перечисляет, и всё, говорю, такой... Я тут... Почему мы не оставили с бабушкой? Можно было кого-то оставлять до дома. До дома, да. Кстати, я скажу, я скажу по этому поводу, не знаю, сколько дочке лет, но чётко знаю, что когда есть ребёнок совсем маленький, вот это всё равно не запомнит. Да. Ну, прям совсем не запомнит. Я помню, вроде, первый раз на море была, когда мне было лет пять, наверное. И то я помню, причём не море, я помню, знаешь, воспоминания мои морские. Это обезьянка, фото с красивой девочкой, как мы ели роллтон и жили с дикарями, как мне из автомата вытянули две игрушки, и как меня накрыло волной, и я чуть не разбила бошку об камни. Вот такие прекрасные воспоминания, нормально. Даже покупаться в море мы не могли. Всё приходилось делать по очереди, так как кто-то всегда должен оставаться с ребёнком. Ау, понерец. Кое-что мы всё же успели. Первый день поехали, точнее поплыли, на мини-экскурсию по берегам Османского залива, в конце которой нас довезли до одного рифа, где разрешили понырять с водолазными масками. Зрелище потрясающее. О, прикольно. Таких красивых рыб я даже у себя в аквариуме никогда не... Слушай, я по этому поводу слышала, что ещё классно нырять, знаешь, где? Как раз таки в Египет. Многие едут именно, чтобы дайвингом заняться, потому что там, говорят, классные очень коралловые рифы, и типа красиво. Но там же нужно нырять не просто с маской, тут типа маленькое погружение, а там, где поглубже, там уже нужно курсы проходить, прям учиться. То есть так просто нельзя нырять. Это же очень опасно, на самом деле. Не видел. Все переливаются. Ой, никогда не делал. Всегда хотелось попробовать. Класс. Что? Акула, реально? Да. Там я видел маленькую рифовую акулу. Прикол. Знаете, в принципе, вон, посасывай. У тебя не возникает мысли, что она маленькая и рифовая. Ты говоришь. Прот, акула! Да. Но обошлось. Все части тела у меня на месте. Даже на банане потом покатался. Все-таки покатались. Следующие пару дней мы просто отдыхали, загорали и... Ол ин коллюзив, б***ь, час. Кстати, с алкоголем там строго. В основном он доступен только на территории отелей, и то не всех. В остальных местах по большей части он запрещен. И поверьте, если там что-то запрещено, то лучше не нарушать эти запреты. Наказания там суровые и дорогие. Наш гид рассказал историю, как его друг, естественно русский, после двух стаканов пива отправился кататься по городу. И, в общем, он попал в аварию. Кроме его машины, никто, слава богу, не пострадал. Он просто въехал в путь. Такому еще, наверное, контроль сделали, подышали на трубочку. За это его посадили на 30 суток и дали огромный штраф. Вы могли подумать, ну так себе наказание. Да вот только перед этим его отхлистали розгами, да так, что живого места на спине не осталось. Ты же что? Как отшептала. Так странно. Теперь это сам, аккуратный водитель на дивном западе. Он такое делает? Который еще и пить бросил. От счастья, благодаря таким суровым наказаниям и присутствию в стране смертной казни, в Эмиратах теперь практически нет преступности. Тут даже м... Сминутся люди, которые живут в стране, где есть смертная казнь, в которой спокойно есть преступность. И все. Я просто скажу, что, мне кажется, можно проконтролировать какие-то административные правонарушения путем очень больших штрафов. То есть человек не захочет нарушать, потому что ему будет слишком дорого потом это откупиться. Знаешь, как в Гонконге они бороться с чистотой улиц. Типа жвачку плюнул на улице, 700-800 ваксов сразу штраф. Понимаешь, очень максимально такие жесткие меры. Все, чистота, лепота, красотиша, понимаешь? А вот уголовные так не сработают, потому что, может быть, у них, кстати, знаешь, почему меньше еще преступности? Я думаю, знаешь, еще по какой причине? Потому что у них запрещено алкоголь. Мне кажется. А, кстати, по пьянке очень много. По пьянке, мне кажется, вот просто, может, процентов 80 или 90 преступлений именно по семьюхе. Прям очень много, да. Они там сели, набухались, потом понеслось. Это поножовщины и всякие вот эти все темы. Прям очень много. Вот реально куча преступлений, больше всего по пьяни. Либо еще, знаешь, вот именно лукаши какие-нибудь влезут там на бутылку, чтобы догнаться, своровать что-нибудь. И второе, я думаю, то, что люди, в общем, в достатке. Ну, не знаю, в том, в достатке. Особо ты думаешь, в достатке? В коренной населении. В коренной населении достатки. А многие люди приезжают туда просто работать. Нет, остальные тоже за хорошую зарплату работают. Может быть. Короче, там много факторов. Я не думаю, что дело только в больших штрафах и суровых наказаниях. И точно не в смертной казни. Машины свои не запирают. Может стоять какая-нибудь новенькая Ламборгини на богом забытой парковке, которая не то что... Мне кажется, у него столько денег, просто что ему даже если эту Ламборгини угонят, то у него там таких еще штук-трити стоит. Не угонят. Рукой отрежем. Там еще и ключи могут оставить. Настолько тут не парятся. День четвертый. Мы отправились на смотровую площадку одного из самых известных искусственных... О, прикольно! Слушай, если сказать прикольно, что он показал часть своей семьи, и еще прикольно, что очень классно, интерактивный какой-то... Вообще класс, слышишь, как будто ты, знаешь... В океанариуме на тобой рыбки проплывают. Как будто ты в самолете. И смотришь вниз, вот видишь на эти все виды. Прикольно, да. Да, классно, интерактивно. Остров Пальма Паунджумейра. Перед смотровой площадкой нас провели по коридорам со всякой историей этого места. Показали презентацию, с которой хотела сбежать моя... Побежала, смотри! Смотри, а ну иди сюда. Нормально. Видимо, не впечатлилось. И уже потом пустили на площадку. Виды, конечно, ошибки. Ого! Особенно, когда осознаешь, что все это было сделано руками человека. Это было на стекле, да, да. На острове была распродана за 72 часа после открытия продаж. Так а что им? Там столько денег у людей, у некоторых, что они там... А мне пришлось 15 квартир. Богатые люди купаются. Ну ладно, еще одну по акции, докиньте мне, да. Я понимаю популярность. Не то, что у моего второго канала. Мы поняли. За каминем? Да. На самом деле, хочется рассказать еще про кучу интересных вещей. Про отель, про бурж, калийск, жубай, мол и поющие фонтаны. Про русских на отдыхе, языковые барьеры и многое другое. Так что разобью эту тему еще на пару частей. А, отлично. Так как рассказать там действительно... Но не подряд. Это тоже принимается. А на сегодня это все. Подписывайтесь, не забывайте про лайки, комментарии и мыть руки перед едой. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Ну, как тебе, Вадим? Вот, первый взгляд. Хотелось бы тебе в Арабские Эмираты? Что бы ты хотел бы там посмотреть? Что? Что? Что-нибудь хотелось бы или нет? Давай, давай. Ну? 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 Хотелось бы увидеть или нет? Ну, да. Разок, наверное, да. Разок бы, наверное, да. Да? Ну, блин, дорого очень. Я понимаю, что там все дорого, мне кажется. Слушай, а знаешь что? Я вот в Инстаграм подписана на своих знакомых и прям часто вижу, как они их туда гоняют. Уже вторую видела, да, с семьей. Богатые знакомые? Нет, не богатые, обычные врачи. Серьезно? Так что вполне себе, походу, доступно. Там, наверное, просто на любой кошелек есть отдых. Наверное, ты не можешь себе такое устроить, как ты там на лампе покатаешься, знаешь, там, и скупишь себе 15 апартаментов, наверное, такого нет. Но такое, что all inclusive, я думаю, вполне себе можно такое позволить, наверное, даже не знаю. Ну, прикольно. Мне, знаешь, что понравилось больше всего, когда из ничего люди своими руками создают достопримечательности. О, какой-то остров сделали. Вот что прикольно. Они сделали... Вот этот вот, который... Какая-то пальма какая-то... Знаешь, просто пустыня и ничего нет. Значит, сделаем море, сделаем там... Ну, море было, неважно. Прямо море сделаем этот остров. Делаем остров, делаем самую большую башню, самые более там крутые поющие фонтаны, значит, сделаем самый интерактивный какой-нибудь океанариум. И еще меня всегда прикалывает на отдыхе не только, чтобы, там, знаешь, на морях я не люблю лично. Вот я лично не люблю, там, ну, поплавал ты в море, ну, полежал. Вот лежать вообще не люблю. Что за отдых такой? Я могу дома поспать, блин. Ну, как бы неприкольно, не знаю. Загорать я не люблю. Я просто тебе, видишь, нанимаю от самых классных специалистов из-за границы. Да, да. А мне интересно именно посмотреть всякие достопримечательности в плане интерактивных. Какой-нибудь интересный музей, чтобы там все, знаешь, потрогать, пощупать. Какую-нибудь классную выставку. Вот какие-нибудь там фонтанчики посмотреть. Вот такое, да. Кухню местную попробовать, знаешь, как показывают всякие вот эти же... Думаешь, ну, там же должны быть какие-нибудь там морепродукты, наверное. Знаешь, там всякие там омары, что-нибудь еще. Какое-то там, что-то, наверное, такое есть. Вот это вот интересно. Короче, вот такая вот реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.